Привет, друзья! С вами Антон Зетт, и я продолжаю снимать обучающие видео по лонгбордингу. И в этой серии я научу вас делать стендап-то-сайд-слайд. Это самый опасный, самый сложный, но максимально красивый слайд. Не будем терять времени, и погнали научимся делать стендапчик. Почему этот слайд называют стендап-то-сайд-слайд? Первое слово – стендап. Значит, мы делаем слайд без перчаток. Второе – то-сайд. Мы скользим вниз по склону спиной. Из-за этого и происходит, что этот слайд опасный, и вероятность убраться жестко в этом слайде максимально велика. Но вы не бойтесь, я сейчас все вам расскажу и все правильно вас научу. И вы сможете делать слайд в двух вариациях, как 180, так и чек. Чек означает, что мы делаем слайд и выходим в свою же стойку. Итак, начинаем сначала, как всегда, со стойки. Передняя нога у нас стоит классически до болтов, задняя нога есть в двух вариациях. Есть на шкурке, классически называется такая постановка на наждаке, и манки той. Вы можете сейчас учиться с манки той, то есть вот такого положения. Это намного легче и даже не так сильно страшно, потому что, когда нога стоит вот так, физически и даже эмоционально понять, как толкнуть доску в слайд, вот так, это очень сложно. Поэтому все, кто учится сначала той сайд, пытаются делать манки той, то есть толкать вот вот так. В дальнейшем я рекомендую вам обязательно переучиться, как я это делал. Я сначала делал манки той, а потом переучился делать слайд уже на наждаке. Главная фишка в стендап ту сайд слайде, это правильное распределение веса. Вот если вы поймете, как правильно распределить вес, то вы будете делать этот слайд. Если нет, то вы будете падать, ловить хиллсайдой и разбиваться. Перед началом слайда вам нужно держать вес строго на передней ноге. Строго. Вот вы едете, вес задней ноги убран. Как только вы будете заходить в небольшой карф, вам нужно присесть перед слайдом. Вы приседаете на переднюю ногу. И чтобы сделать слайд, вы выпрямляете переднюю ногу и толкаете заднюю ногу за себя, то есть за спину. Как только вы почувствуете, что вас начинают сносить заднюю подвеску, вы вес тела с передней ноги переносите назад. Ловите середину, вот эту середину и держитесь в слайде. Обязательно смотрите, чтобы пятка передней ноги ни в коем случае не поднималась. У нас только задняя нога стоит на носочке. Передняя у нас должна быть вот так стоять. Вот это положение у нас должно быть в слайде. Не вот такое, а вот такое положение. Как только вы шли в слайд, вес тела основной должен все равно держаться на передней ноге. Вот здесь. Мы как бы держимся и толкаем нашу ногу вперед. Получается сильно, вес тела нельзя переносить назад. Получается, оп, и вот так закидываться. Присели, толкаете заднюю ногу, выпрямляетесь, задавливаете немножко носок, тем самым, чтобы равновесие было на доске. Но все равно основной корпус держится на передней ноге. Назад сильно не выгибайтесь. Сначала, чтобы научиться делать этот слайд, вам нужно почувствовать, как доска срывается. Чтобы это сделать, вам нужно просто немножко резко толкнуть ногу за себя, заднюю. Получается вот так. Едем. Как только вы научитесь делать этот элемент, тот и сайт слайд на 60% вы уже умеете. Останется только толкнуть вашу переднюю ногу и поймать баланс. Что мы сейчас и будем делать. Следующее наше упражнение, мы стараемся развернуть наши плечи и немножечко задавить переднюю ногу. Как бы сделать 180. Получается это вот так. Едем по дуге и разворачиваемся как бы на передней ноге. Вот делаем такой небольшой реверт. Теперь берете скорость побольше и стараетесь вес распределить на всей доске, но корпус держа на передней. Как бы толкаем немножко переднюю ногу тоже. Основная ошибка будет у вас при выполнении этого слайда, если вы будете переносить вес тела сильно на пятки, то есть на переднюю ногу, и вас просто с доски будут скидывать назад. Вот так. Но этого делать не надо. Поэтому старайтесь пока не выгибаться сильно, а делать его как-то вот в таком положении, как будто делаем пендулум слайд, чтобы если что, можно было упасть на руки. И руки у нас сюда впереди. Как только вы уже поймете, что слайд у вас идет хорошо в поворот, вы уже держите нормальную скорость, выходите из него, старайтесь его делать как можно раньше и речи. То есть как бы вот в длину. Получается это вот так. Проскользили. До этого нужна достаточно большая скорость, слайдовые колеса и яйца. Чтобы выйти в свою стойку из этого слайда, вот такой прям лайфхак, просто опускаете заднюю пятку и приставивайтесь немножко на заднюю ногу, тем самым к переднюю. Разворачивайтесь вперед. Зашли в слайд, слайдим, слайдим, слайдим. Опускаем заднюю пятку, разворачиваем переднюю ногу и резко переносим вес на нее, чтобы доска из-под нас не улетела. А 108 зависит от того, как вы развернете свои плечи и будете держать вес на передней ноге. Получается мы крутимся вот. Это наш 108 по сути. Вы заходите в слайд и держитесь на передней ноге. Если вы хотите сделать чек, то вы заходите в слайд и опускаете заднюю ногу. Вот два основных элемента. Старайтесь выполнять все элементы на согнутых ногах. А разворот плечей во время слайда должен максимально быть ровным. Получается вот так. Стараемся плечи развернуть вниз по склону, чтобы это не было вот таким слайдом и вы назад не упались. Зашли в слайд, заднее плечо старайтесь развернуть и держите его вниз по склону. Спину не разворачивать, потому что вам не видно и вы сможете просто так упасть. А этого нам не надо. Ну и на постельах, ребята, не расстраивайтесь, если у вас не будет получается этот слайд. Он реально очень сложный. Некоторые райдеры, которые катаются не первый год, даже не умеют делать этот слайд, потому что он очень опасный. Тут надо скользить спиной вниз, а это сделать крайне сложно. Поэтому старайтесь постепенно приходить к этому слайду и вы обязательно его научитесь. Но не торопитесь сразу, не набирайте большую скорость. Найдите какую-нибудь парковку, где будет скользкая поверхность, поразворачивайтесь. Научитесь реверт. Реверт, он не очень сложный. Просто нужно развернуться на передней ноге. И затем вы уже поймете, как держать свою доску. Все придет вам постепенно и потихоньку. Главное это практика, практика и желание. И обязательно вы его научитесь. Ну и по традиции, подписывайтесь на мой канал, ставьте много-много лайков, пишите в комментариях, кто научился этот слайд или какие у вас ошибки. И не забывайте нажимать колокольчик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok